Российская коррупция не таких как вы видите? Вот так я еще делаю, видишь? Вот так я еще делаю. У нас же мой отец воевал в лакане, понимаешь? Как называется эта страна? Россию! Господи, помоги! В экстраканале нет никакой негативы! В этом магазине продукты не покупают, их берут в долг под запись. Кошельки работников агрофирмы Тукса опустились. С тех пор, как их предприятие перестало выплачивать им зарплату. Но долги-то большие, даем под свою ответственность. А берут продукты, хлеб, молоко. Те, кто должен кормить своей продукцией республику, сами едят в долг. Мы не только говорим, но много делаем. Это не происходит не только в перевыжении, не только в крупных раховниках, но и можно привести десятки, сотни, тысячи фирмских хозяев, предприятий, малых, которые, в том числе, взяли за основу своей экономики, в своем развитии, через привлечение инвестиций, кредитов и сусов, обновлять свое производство. Мы ходим в магазин «Шапкин», опоминаем, и вот набираем там. У нас там уже жарко уже долги. Сельское хозяйство, с одной стороны, это лидер. Сейчас в нашей экономике, потому что, в отличие от других секторов, здесь мы с БАДами наблюдаем, наоборот. Работники агрофирмы пришли в центр Туксы. Их собрание – не митинг и не акция протеста. Они, наоборот, не хотят никаких потрясений для родного поселка. В Туксе проживают менее полутора тысяч человек. Две сотни из них трудятся в агрофирме. Предприятие кормит поселок. Если закрывается сокос, то погибло отделение. Надо еще просто сказать, Гена, возьми. Нет, не возьми. Надо сказать, Гена, на. Гена, на. Гена, на. Гена, на. Гена, на. А-а-а, крокодил в ванной. Кризис агрофирмы здесь коснулся каждого. Ирина трудится дояркой в родильном отделении предприятия. Она одна воспитывает троих детей. Когда летом начались перебои с выплатой зарплат, семья Ирины приблизилась к черте бедности. Дети, мы объясняем, что... ...не дают денег. Не могу вам что-то купить. Что-то хочется купить детям. Не могу я. Распространите среди жильцов вашего ЖЭКа, как вы это любите.